Ну наконец-то я дождался четвертого дня, упала наша шапочка, теперь я имею полный комплект нормального шмота, что я тут же и нацеплю на своего товарища Кайгеля. Улучшу его до 12, посмотрим куда войдет. Ну тут каждой сестре по серьгам везде по одинке. Вот такой стал Кайль, получается, что хорошо у него с крит шансом, с атакой, но меткости у него просто отсутствует как класс. Ему, видимо, надо как-то искать не атаку, а меткость. Ну корм качать меткость не нужна, но вот на клан босса 26 меткости. Эй, мне поединится какую-нибудь шапочку на меткость. Ну а скорость у нее вообще запредельная. Ну что, добрался до того момента, когда начали наконец давать шмот. Правда, шмот дает трехзвездочный. Вот еще четыре предмета из комплекта щита. Может что, откроем? Давайте. Прокачиваю корм, места много, освободилось. Вторая десятка. И третья десятка. Нет, что-то, что-то не то. На фабрике редких героев сломалось, не дают. Но зато успел урвать 100 энергии в последнее время, в последний момент. Три минуты осталось за заканчиванием события. На прокачку. Ой, на открытии героев. А тем временем, закончился у нас сезон брачный. И мы получили сундук бронзовой лиги. Даже пару четырехзвездочных предметов. Ну, трехзвездочные, наверное. Так у нас будет комплект скорости, если мы два оденем. Однако шапка унылая. Ну, у меня тут все уныло. Ой, я не знаю даже. Забираем. В любом случае, пять рубинов. Однако этого еще мало. Сколько мне надо? 500 или 600? 500 рубинов, чтобы открыть первый уровень рубиновой шахты. С босса ничего не упало. Вот с одного ключа рубль 27 получили. То есть, первого маленького мы уже можем... Да, с одного ключа, собственно, что-то иметь. Ну что, давайте пробовать второго начинать. На второго надо 3600. Ну, никого у меня нет, кроме Каэля, собственно, на клан Ворсу. Беда с этим. Ну, ожидаемо. Всего лишь 800 тысяч урона. Хотя надеялся больше, ладно. Неожидаемо. Черт с ним. То есть, надеялся хотя бы миллион нанести, чтобы за три ключа... Ах, все равно, и миллион тут мало. Это на миллион двести надо. Ну, будем работать. Что день пятый нам готовит? Нам пятый день дает щитец. И, соответственно, мы уже можем собрать комплект из пяти предметов. Выбрать какой-то получше. Также два набора четырехзвездочных артефакта атаки. Продаются сапоги четыре звезды на защиту. Вот пока не знаю, надо мне такое счастье или нет. Ну, шапка такая точно вряд ли я буду покупать. Может, еще пятизвездочную подумал бы. Но пятизвездочная стоила бы денег. О-хо-хо-хо-нюшки. Миссии развития. Первая часть, она не сложна. Только в самом конце я упрусь где-то. Да, вот. Попади в бронзовую лигу три. То есть вот здесь я должен уже упереться. И раньше так было, а сейчас и тем более. Хочу немножко не по плану подчистить эти звезды. Забрать пятьдесят рубинов награды. То есть мне тут надо две звезды. Но это вообще не стоило даже упоминания. То есть это один раз сходить где-нибудь, где я вот получил три звезды. Ой, две звезды и получить здесь три звезды. Готово. Пятьдесят рубинов. И это позволит мне наконец-то. Пока не открылось никаких перспектив. Быстренько надо открыть хотя бы первый уровень шахты. Пусть начнет работать. День за днем, день за днем. И подошел у нас шестой день. На шестой день дают оружие пятизвездочное. Правда не знаю, какие у него. Ух ты, пятьсот энергии. Вот это я совсем не учел. Это круто. Отбились от рекламы. И вопрос. Что там за такой ножичек дали? Это кража жизни, пять звезд, скорость, атака, крит шанс. То есть, казалось бы, ничего лишнего. Но с меткостью полная задница. Оружие очень хорошее для всего, кроме меткости. Соответственно, для клан босса оно нам не очень подходит. Здесь у нас двенадцать крит шансов. Здесь еще неизвестно сколько. Давайте, наверное, да, качаем до двенадцати. Смотрим, что там откроется. Открылось не то, чтобы очень хорошо. Однако, тут есть один нюанс. У нас перчатки. Крит шансов. И когда мы их качнем. А будем ли мы их качать до плюс шестнадцать? Четверых звездочные перчатки. Может и не стоило бы. То есть, если я одену вот эту шапку. В ней еще четырнадцать меткостей. Плюс глиф. Ну, глиф, наверное, парочку там даст. Есть у меня хоть глиф на меткость, да. И еще эта парочка не хочет давать. Ну, ладно. Все три глифа в одно место. И у нас один меткости. Вот так вот. Эх, эх, эх. Да. Так вот, если одеть эту шапку, то будет еще пятнадцать меткостей. А сюда оденем новоприобретенный. И то, и то я упаду в крит шансе. И тогда перчатки я качну в шестнадцать. Вот так сделаем. Но, наверное, сделаю это все завтра. Потому что завтра будет событие по прокачке артефактов. Сейчас проверим, я не ошибаюсь, ничего. Да, завтра событие по улучшению артефактов. Был вопрос, почему я не использую монаха-изгоя. Ребята, потому что, смотрите, видите, он серый. До сих пор ни одного не нашел монаха-изгоя. А чем же хорош этот герой? Это необычный герой. Ее обычно легко найти. Легко найти несколько копий, чтобы его прокачать навыки. А он вешает два яда на два хода. И вот этот навык тоже довольно хорошо срабатывает. Этот бонус работает на вероятность сходить еще раз. То есть вероятность сходить еще раз у него двадцать пять процентов. А вот я так вот сейчас пожаловался. Сейчас мне ледяная баньши. Или монах-изгоя кто-нибудь выпадет. Ну, ледяная баньши, конечно, на порядок лучше. Но губу надо подобрать вовремя. Чтобы не отдавила, конечно, челюсть. Смотрю, активно народ сражается на турнире Лавового Рыцаря. А я ведь могу посражаться. А я чего не участвую-то? А, потому что я все просрал всю энергию на этот самый. На прокачку Каэля. Все же переодену парня сегодня. Надо же идти к лановому боссу. Соответственно, план вместо этого оружие одеть шапку. Пусть она на три звезды, но у нее есть меткость. А оружие можно тогда будет одеть и то без меткости, собственно. И то без меткости. Вот это новое, которое я достал. Вместе мы страдаем, видите, аж здесь где-то крит-шанса чуть больше. Но крит-шанс со временем поднимется через это. Через перчатки. А меткость стала больше, то есть, собственно, ну и чуть-чуть атаки больше. Остальное, наверное, практически не изменилось. Вот, когда перчатки поднимут до плюс 16, завтра сразу 9 даст крит-шанса. И станет 89, собственно. Ну, правда, мы вернемся всего лишь к прошлому значению. Апнул до 12 шапку, но она упала в сопротивление. Ну, что сделаешь. Сходил я разок к лавовому рыцарю, получил 5 очков. У нас он еще через двое суток заканчивается. Посмотрим, как будет народ активничать в этом деле. То есть, на этом уровне лавовый рыцарь крайне тяжело проходится. Трудозатратно и смысла большого нету. Ну и давайте глянем, что нам клан-босс приготовил. Но, однако, с первого, я так понимаю, что ничего никогда не падает толкового. А кто вот тем, кто, собственно, его убивает, что что-то падало. Но этому почему-то вообще полная лажа. Может, лучше один ключ с обычного попытаться вывести. Тем более, сейчас дополнительный ключ дают. Мы взяли меткость. Давайте лучше пойдем обычного бить. Ну, результат получше. Ну, миллиона мало, конечно, урона, но результат получше. Просто за счет того, что у нас тут есть лишние ключи, то мы и, собственно, набьем на последний сундук. Ну вот, с трех ключей у нас получилось 2.98. То есть, 3 миллиона. Еще два ключа, если я не просплю. А, даже один мне нужен достаточно всего лишь, чтобы забрать сундук рыцаря. То есть, если два ключа еще сегодня будет, если я успею еще посреди ночи сходить, то я тогда смогу забрать и от простого. Все же поплакаться имело смысл. Выпал монах-изгой. Ну, правда, один. И правда, уже поздновато. Ну, пусть один будет. Кстати, сто за счет. Меткость это хорошо, но вот все остальное что-то не очень. Ну, или, скажем, не настолько, чтобы прямо вот брать и покупать его. Самое время вспомнить Федю Букина. Помните? 216 ботинков продаю. Даже ботинки местами. Знаменательный момент. Второй пятизвездочный собирается. Точно, точно. Один уже есть, демон. До пятизвезд выкачан до пятого ранга. А вот и второй. А еще целых три, мама родная. Ну что, под конец дня еще одного инкуба смастерил. Это должно хватить, чтобы сделать очередную себе курочку пятизвездочную. Вот как-то так. Вроде все правильно. Это уже третье. Дальше уже буду, собственно, вот этих пускать на корм. То есть из них буду делать пятизвездочный герой в первого уровня. И они закончат свое существование. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok